всем привет хочу с вами поделиться новым рецептом как заквасить морскую капусту морская капуста должна быть высушена натуральным способом а вот высушенная сублимированная морская капуста не подойдет нам понадобится морская капуста сухая 100 грамм ее нужно замочить в большом количестве воды на два часа затем ее промываем хорошо от песка такой процесс занимает много времени потому что ее достаточно трудно промыть быстро от песка поэтому я ее то сначала в одной воде промываю сливаю потом в другой так пока капуста не будет чистой чистую морскую капусту я перекладываю в миску добавляю натертую на крупной терке морковь также чеснок 6 зубков пропущенный через пресс перец красный половина чайной ложки кориандр одну чайную ложку и соль одну столовую ложку все хорошенько перемешиваю морскую капусту отправляю в двухлитровую чистую банку вливаю воду чтобы она покрыла капусту также в банку добавляю две половинки яблока у яблока удаляем только семена а кожуру обязательно оставляем кожура не должна быть чем-либо обработана не воском не другими химическими веществами банку накрываем салфеткой и оставляем на 3-4 дня в теплом помещении для ферментации дальше достаем из банки две половинки яблока они больше нам не пригодятся вот показываю вам как должна пройти правильная ферментация на поверхности видно вот такая вот пенка вливаем натуральный подсластитель одну столовую ложку перемешиваем банку закрываем крышкой и ставим в холодильник еще на один день банку с морской ферментированной капустой достаем из холодильника в удобную емкость насыпаем морскую капусту заправляем любым растительным маслом у меня оливковое и подаем к столу для сыроедов расскажу как я люблю есть морскую капусту для начала я нарисую пекинку по вкусу салат айсберг и помидоры черри добавляю чеснок один зубок его нужно пропустить через пресс солю по вкусу добавляю свою любимую заправку она из фиников и уксуса я про нее уже рассказывала ссылка на рецепт будет под видео такая заправка скучный салат сделает шедевром вливаю оливковое масло и хорошенько перемешиваю такой салат подаю с морской капустой к столу получается вот такой вкусный и полезный обед для сыроеда и не только для сыроеда для всех тех кто любит живую кухню и заботится о своем здоровье на забыла еще сказать что ферментированную морскую капусту нужно хранить в холодильнике а я с вами прощаюсь до новых встреч у меня на канале всем пока